всем всем доброго дня и снова новости и снова встречайте новые уже подходящие готовому стоянию бритвки и это дамасские бритвы это как уже некоторые назвали его русский батчер потому что он смахивает на батчер но он русский и он лучше не побоюсь этого слова уверенно говорю и так что на данный момент имеется почти готовые полотна все хорошо получается больше то есть лучше чем я рассчитывал то есть еще три составляющих ожидают их это еще одна шлифовка еще одна шлифовка то есть туда такой такой матово полированное все кругом здесь вот вообще просто должно быть такой матово серенькая вот тут надо еще подработать как бы вот так вот но я просто уже выдохся а мне еще нужно не отдохнуть а нужно еще поработать я все-таки станочек приобрел приобрел я станок который будет делать вот такие варианты только правильные ровные и так далее ну мы делать только изначально потом опять же руками вот этот скупой на звон хотя так вот так он в плотне они все по-разному то есть насечки еще не тут кстати насечки то шлифовки нет он просто показываю на данный момент что имеется вот видео жарщина прихватывается на готовом она уже так нибудь прихватываться почему она здесь прихватывается потому что клинок горячий градусов 50 его ввод бурк и он вот то что горячие прихватывается канал холодную воду можно бросить другой день прийти будет все хорошо то есть он не прихватывается вот такие вот заготовочки на данный момент вот тут вот так вот обыграл грани будут здесь грани тут уже более певучий и поэтому травить его в сладе будет страшновато как бы он не утравился как говорится вот такие вот вариант они все чуть разные все чуть разные то есть присмотреться все немного отличаются друг от друга тут травить вообще страшно просто фиг его знает как он если только не глубоко ну или глубоко некрасиво как то так вот такие вот вещицы меня на данный момент глухонкий отравить можно прям уверенно он сразу проявит свой голос после потравки но ненамного проявит но и отравить невозможно вот такой вот у двух двух клиночков разгругленные что творить да вообще дичь полная я не знаю как ваш отравить ладно буду думать и гадать вот так вот на сегодня да я по поводу вот этого вот дикого пробником почему дикий потому что я махнул не глядя просто махнул на наждаке просто ничего не хотел чтобы что-то получилось просто как бы дать этот вот толчок к производству фреймбейка просто чтобы увидеть пощупать как вот так вот немножко вспомнить чтобы как бы вот для этого я это маханул вы видите вот пример вот бабушку какие мощные неровности я даже не знаю заточиться на ли не заточиться ровно ну куда и вообще деваться и еще полировать принципе надо бы вот но у меня в комментариях в предыдущем видео было предложение разыграть его как бы так вот то есть собрать заточить и путем там как-то ставок что мне как-то этих как правильно называет слова я не знаю там разыграть вот на почту тоже было письмо по этому поводу от тех же лиц что мол давай начнем там от 500 рублей и 500 рублей шаг ну я понял что такой шаг но учтите сразу но я не факт я не знаю но не знаю но хорошо мне клеймо на нем затер чтобы не стрёмно было то потом где-то на какой-то форуме разберут по запчастям сказать вот он что делает вот он какой как бабки блин на лавочке и поэтому клеймо стер блин если вы не против давайте разыграем иначе я сейчас в сторону положу и все на этом все закончится предупреждаю что опять же вот он ведь имеет неровность бабушку потому что делался на отмашь то есть что они еще а да он не закален вообще звук такой не такой звонки он какой-то немножко дуб какой-то такой мягкий звук тоже насечку там сидела полирнуть там все можно все можно просто серьезно то я без проблем вот как то так вот так станочек показывать не буду потому что мне еще пока в разорванном состоянии сейчас я начну хотя бы для него там место уже освободил начну сейчас сейчас варить для него подставу вот потом его надо будет собирать потому что его вез частями потому что он не убирается не в автомобиль никуда и не поднять он там 300 с чем-то киллов не помню миниатюрный станок но такой вот мощняцкий вот и как бы да что там показывать да меня немного гнетет другое вот ежедневно вот признаюсь вам сейчас честно но только между нами то есть вот только как бы те кто состоит вот в этом так называемом как тоже некоторые люди назвали у нас как не вот не канал по то есть с направлением бритвы а как бы клуб клуб любителей бритья классического и любителей классического клинка бритвенного вот так вот так что вы только для любителей бритья и вообще участников клуба давайте так скажу громко но что так и есть принципе то то что у меня гнетет что мне гнетет принципе все хорошо колыблю сейчас идут на других направлениях тут денежку выуживаю что как-то там вот со станком маленько расквитаться потому что пришлось под занять то есть туда-сюда все хорошо одно гнетет это то что я в этом году в отпуск не попал хочу попросить прощения у двух людей которые мне из подмосковья загадок отправляли на заточку бритвки а я их терапию они не отправились деком то есть извините пожалуйста что я вот так вот вас дергал за счет этого просто я думал что я попаду в отпуск что я доеду до моря нашего 5 дней там просто забудусь вот просто забудусь что я что-то делаю тружусь то есть как бы там что приехать опять заново целый год таким заряженным работать продолжать работать но так как я не попал я не жалею об этом потому что я тут и крышу покрыл у кузницы тут я и стены тут не пролили то есть все сделали тут еще некоторые ремонты тут сделал все такое вот что набежало потихоньку но в душе в душе конечно вот это вот грусть печаль тоска съедает вот как-то так реально хотелось вот не на пять просто пропасть исчезнуть ну думаю надеюсь это у меня пройдет вот сегодня по сути все прям все все вот вот больше никаких новостей нет я сейчас продолжать не буду работать с бритвками потому что у меня уже руки настолько выдохлись что я уже такими вот четкими делами где нужна точность заниматься не буду чтобы как бы чего не натворить а вот следующий раз я уже полностью изготовлю лезвие то есть все полностью пленки и уже начну приступать к изготовлению прав а на этом все все новости поэтому в принципе основные новости которые может быть вам интересны увидимся пока всем пока